Приветствую вас. Свой ответ мне хотелось начать с того, что мы оговоримся. Мы оговоримся и скажем так, что для полной картины происходящего с вами, нужно задать несколько вопросов. То есть, нужно задать несколько уточняющих вам вопросов. И пока что получается так, что вообще-то говоря, мужчина сам выстраивал свое поведение так, что вы ведете себя с ним, как мужчина. То есть, он вас провоцирует, осознанно или нет, на, собственно говоря, подобное поведение. Что вы вынуждены вести себя с ним так. Это не ваша проблема, а это его проблема. И вопрос заключается в том, ради чего, почему, для чего вы терпите такого мужчину, с которым вы не чувствуете себя женщиной. С которым вы не чувствуете себя слабой, с которым вы не чувствуете, что можете положиться на него и так далее. Вот что вас удерживает от того, чтобы не начать, например, встречаться с другими мужчинами, с теми, с которыми вы чувствуете себя более ярко выраженной женщиной. Вот об этом и нужно с вами разговаривать. И если вы сможете для себя выяснить это, то все станет на свои места. Что-то удерживает вас с молодым человеком вместе, который вас не ценит и который не видит в вас женщину и с которым вы не можете вести себя как женщина. И что-то удерживает вас от того, чтобы не вступить в другие отношения, где вы бы занимались ту позицию и роль, которая вам явно больше по душе. Вот об этом и нужно вам подумать. И если потребуется помощь, то обратиться к психологу за консультацией. Также отдельно хочется задать вопрос. Всегда ли мужчина говорил вам так или это началось после каких-то обстоятельств? Очень этот момент важен. Обратите на него, пожалуйста, внимание. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok